Территориальная избирательная комиссия Артемовского городского округа совместно с Молодежной избирательной комиссией продолжает вести активную работу по подготовке и проведению выборов в Молодежный парламент Артемовского района. Я вам уже рассказывала о том, что в декабре 2010 года Думой городского округа было утверждено положение в Молодежном парламенте. 15 февраля 2011 года Молодежная избирательная комиссия утвердила положение о проведении выборов депутатов Молодежного парламента. И вот буквально 28 февраля текущего года Молодежная избирательная комиссия приняла решение о назначении даты голосования по выборам депутатов Молодежного парламента. Выборы депутатов Молодежного парламента на территории городского округа состоятся 16 апреля 2011 года. Согласно действующему положению голосование будет проходить с 10 до 16 апреля. Это будет суббота. Значит, в Молодежной комиссии утвержден календарь мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Молодежного парламента. И, значит, что уже непосредственно делается. Определена схема избирательных округов. И вот сейчас уже с первых дней марта начинается формирование молодежных участковых избирательных комиссий. 21 марта уже начнется выдвижение кандидатов в депутаты Молодежного парламента. Значит, я напомню о том, что 20 депутатов Молодежного парламента, депутаты будут у нас избираться по многомандатным избирательным округам, мажоритарная избирательная система. Простое большинство, кто больше набрал голосов, тот и побеждает. Значит, решением Молодежной избирательной комиссии утверждена схема избирательных округов. Я уже сказала, что у нас будет 4-5 мандатных избирательных округа. И на каждом округе будут работать избирательные комиссии, избирательные участки сформированы. Будет всего 20 избирательных участков и 20, естественно, молодежных участковых избирательных комиссий. По состоянию на 1 января 2011 года на территории муниципального образования зарегистрировано 17 124 человека в возрасте от 14 до 36 лет. То есть, кому еще не исполнилось 36 лет. 17 124. Согласно правилам, установленным в законодательство о выборах, на округе должно быть избирателей 4281. Допускается отклонение плюс-минус 30%. Поэтому минимум 2997 избирателей на округе, максимум 5565. Округа. У нас будет в городе 2 округа. Это округа избирательная. 2 округа в городе, 1 округ на Булуноше. И все остальные населенные пункты, сельские населенные пункты, это еще 4 округ. Где у нас будут избирательные участки? Избирательный участок у нас будет располагаться в 10 школе. В школе интернат номер 11. В 20 лицей 21. Артемовский колледж точного приборостроения. И практически школы всем. Это первая школа, шестая, вторая, третья. Это по городу. На Булуноше у нас будет избирательный участок в доме детского творчества. И в школе номер 8. И по селам. В Писанце будет избирательный участок располагаться в школе номер 11. В Сосновом Бару школа номер 16. В Красногвардейске школа номер 14. В Лебедкино в школе номер 19. В Шогринском 17-я школа. В Мостовском школа номер 18. В Большой Трифоново школа номер 5. В село Покровское школа номер 4. В поселок Низевай школа номер 27. В село Миронова школа номер 7. Всего на территории Артемовского городского округа будет работать 20 избирательных участков. 3 марта было проведено совещание с заместителями директоров по воспитательной работе тех образовательных учреждений, в которых 16 апреля и будут размещены избирательные пункты. На данном совещании обсуждались все организаторские вопросы по предстоящим выборам в Молодежный парламент Артемовского городского округа.